Доброго времени суток. Сегодня у нас очередной ролик, посвященный теме «Если дома алкоголик». И сегодня он будет посвящен одному из, наверное, самых животрепещущих вопросов. А алкоголик я? Или я просто много выпиваю? В этом ролике мы разберем границы между нормой и уже не нормой. Ну и разберем какие-то еще вопросы, касающиеся ориентиров. Что уже случилось в моей жизни? Что еще случится на моем алкогольном пути? И где я сейчас нахожусь? Итак, поехали. Дело в том, что действительно очень часто бывает так, что определиться однозначно и точно, где я сейчас нахожусь, вызывает определенные затруднения. Дело в том, что существует так называемая медицинская модель алкогольной зависимости, где для врача уже при нахождении определенных признаков болезненного состояния вопросов алкоголик или неалкоголик уже, по сути дела, нет. И решений принимается в пользу наличия заболевания. И существует так называемая бытовая модель. А бытовая модель, скорее, наверное, оценивающая своих собственных домашних пьющих. Ну, например, жена, которая говорит, что мой муж не алкоголик. Почему? Потому что под забором он еще не валяется. На работу он еще иногда ходит. А то, что он пьет в армежутке между работой и выходные ровно три дня с пятницы по воскресенье, так называемый день шофера и день слесаря, день автомобилиста или еще кого-то, только это совершенная норма для большинства россиян. И, конечно, такие женщины с пеной у рта готовы доказывать абсолютную нормальность того, что происходит с их мужьями. Есть еще и третья сторона медали в данном случае – это сами пьющие. И при условии наличия отрицающих механизмов, которые появляются достаточно на ранней стадии алкогольной зависимости, ни один сильно пьющий человек, в общем-то, сам по себе, ну, наверное, за редким исключением, не скажет, что он уже алкоголик. Эти люди с не меньшей пеной у рта готовы нам доказывать о том, что все еще у них нормально. И запой не запой, и похмелье не похмелье, и так далее, и тому подобное. Едем дальше. Я попробую рассказать о том, какую роль, какое место начинает занимать алкоголь в системе ценностей человека. И приведу я, может быть, вот такой пример, который, на мой взгляд, является наиболее понятным и интересным. В этой жизни традиционно мы привыкли принимать решения как бы сами. То есть мы сами отвечаем за то, что происходит в нашей жизни, но и в частности мы отвечаем, наверное, за то, о чем мы думаем, что мы делаем, что мы произносим, что мы чувствуем и так далее. Это нормальная работа нашей психической деятельности. Но в психиатрии есть такие нарушения, которые мы называем психические автоматизмы. Я приведу на примере любого автоматизма, например, моторного. Представьте себе, утром я просыпаюсь, и моя рука висит в воздухе. Разумеется, я не расцениваю, как что-то нормальное, я пытаюсь эту руку отпустить на то место, где ей положено быть. Рука, в свою очередь, поднимается снова туда, где она была минуту назад и так далее. То есть рука начинает, по сути дела, жить своей собственной жизнью, и я перестаю ею руководить. То же самое иногда происходит с мыслями, иногда с ощущениями. Вот это и называется автоматизм, когда части моей психической какой-то деятельности становятся автоматичными. Сами по себе, без меня, я перестаю ими управлять и их контролировать. Разумеется, это неприятно. И если я сейчас поднял руку, в данном случае я ее сам управляю. То есть я хочу просто продемонстрировать вам, что это рука моя, и могу делать то, что я хочу. Ну, по сути дела, когда автоматизмы появились, наша часть психики живет уже сама по себе. То же самое приблизительно возникает на фоне приема алкоголя. То есть когда человек только начинает свою алкогольную карьеру, он может контролировать количество выпиваемого, частоту выпивок. То есть ему хватает достаточно малых доз, для того, чтобы почувствовать опьянение. В какой-то ситуации он может просто убрать рюмку в сторону и сказать, что сегодня он выпивать не хочет. И его жизнь еще, в общем-то, строится вне зависимости от календаря выпивок. Хочу пью, хочу не пью. То есть проблем нет. А теперь просто представьте себе на секундочку, что у человека уже сформирована алкогольная зависимость. Для него первые попавшие 50 граммов в рот фактически означают то, что вечером этот человек с трудом вспомнит, где он был, кто он был и как он выпил литр водки. Что он творил, почему он в полиции или в реанимации и так далее. То есть получается, что местами поменялось я и алкоголь. То есть если раньше я управлял количеством алкоголя и хотел пить, и не хотел, и не пил, то сейчас алкоголь, как только попадает в мой организм, по сути дела, что-то ломается и уже химическое вещество начинает управлять моей жизнью. Что, на мой взгляд, всегда мне казалось крайне страшным и неприятным моментом. То есть фактически алкоголь из фроста жидкости в стакане стал чем-то, что настолько сильно вмешивается в мою жизнь, что иногда это приводит к весьма и весьма неприятным последствиям. То есть получается, что алкоголь лишает нас привилегий принимать самостоятельные, взвешенные решения и алкоголь становится сильнее меня. Алкоголь начинает управлять моей жизнью или я начинаю жить во имя алкоголя. Ну и по сути дела я это называл таким синдромом алкогольного зомби, когда ты начинаешь понимать, что пока ты держишься изо всех сил, пока ты в завязке, все более или менее нормально в твоей жизни. Но как только кто-то тебя уговорил чуть-чуть выпить, или же ты этот зарок нарушил сам и позволил себя чуть-чуть пригубить, собственно говоря, водка начинает управлять тобой. Ну а теперь переходим к вопросу, где же все-таки начинается болезнь. И мне бы хотелось бы расположить, наверное, все человечество в определенном континууме по росту, что ли, в отношении каждого конкретного человека к выпивке. Итак, существуют так называемые абсолютные абстиненты, то есть люди, которые, в общем-то, совершенно спокойно живут без спиртных напитков. То есть я не говорю про этих людей в контексте их каких-то страхов перед выпивкой. Есть и такие люди, которые тоже абстиненты, но которые боятся, например, выпить в силу того, что у кого-то родственник алкоголик или у кого-то шизофрения, человек просто боится сойти с ума, усугубив этот процесс приема спиртных напитков. Это немножечко другая история. Мы сейчас говорим про людей самодостаточных, про людей, которым выпивка, либо что она есть, что ее нету, спиртных напитков, в общем-то, не имеет никакого принципиального значения. Они могут позволить себя выпить, то есть никакого страха перед спиртным не существует, но они прекрасно проводят время, прекрасно проводят праздники и без спиртных напитков. Следующая большая группа, гораздо большая группа, это люди, которые употребляют спиртные напитки в так называемом праздничном варианте. То есть мы в прошлом ролике говорили, что страна наша славится богатейшей историей различных праздничных событий, красных дат календаря, когда не выпить это просто грех, к сожалению. Поэтому эти люди, в общем-то, выпивают на Новый год, отмечают дни рождения, но никаких серьезных последствий для здоровья они не имеют. То есть эти выпивки носят достаточно редкий характер, но и опять же никак не определяют и не вмешиваются в жизнь конкретного человека. Традиции стоит тут, но не более чем. Если же человек начинает выпивать достаточно часто на регулярной основе, мы говорим о привычном бытовом пьянстве или злоупотреблении алкоголем, но еще не заболевании. На слайде вы видите определение бытового пьянства, что по сути не является болезнью. Это привычное времяпрепровождение, некое хобби, являющееся либо следствием каких-либо питейных традиций в каких-то местных, селах, городах, либо странах, либо семейно-групповых. То есть привычные выпивки в компании 10 раз в месяц или еще как-то. Но количество спиртного на этом этапе в принципе человек еще может контролировать, а самое главное он может его сократить. В общем-то без ущерба для своего состояния. То есть система подкрепления еще не настолько жестко завязана на прием алкоголя. Человек в принципе может как пить, так и не пить. Соседи, родственники говорят, что человек выпивает достаточно много. Но пока еще каких-либо болезненных проявлений мы не видим. Жизнь еще пока не вращается только вокруг спиртного и при возникновении каких-либо других хобби, интересов, человек в принципе достаточно легко переключается на другие какие-то виды деятельности, которые становятся на тот момент смыслообразующими для него. Почему это бытовое пьянство возникает? Но дело в том, что как бы многие люди пытаются посредством вот этих пьяных компаний решить может быть какие-то свои проблемы. Робости, сложности, иной сложности в общении, одиночество. Люди хотят поговорить, чем-то поделиться, посидеть на кухне до полтретьего. Появляется, повышается сексуальная предприимчивость, это мы знаем. То есть, как бы алкоголь скорее является частью смазки жизни человека, но пока еще не играет в ее жизни основную искрику. Если же человек идет в компанию исключительно только для получения опьянения, вот тогда у нас к нему достаточно много вопросов. Это вот те самые компании, немножко забегая вперед, я скажу, когда люди прежде всего проговаривают и оговаривают количество спиртных напитков, которые надо приобрести заранее. Именно эти люди покупают сразу и всего много, чтобы второй раз не бежать. Это у этих людей обязательно дома существует целый склад виноводочной продукции для того, чтобы вдруг что-то пойдет не так. Это те самые люди, которые никогда не попадают в праздничные дни, в которые запрещена продажа алкоголя, в просад, потому что они четко знают, когда день молодежи, когда день студенчества и так далее, и запасаются спиртным всегда заранее. Итак, едем. На слайде приведен один из моих любимых анекдотов, я его уже касался в предыдущем ролике, поэтому пересказывать я не буду, но в любом случае прочитать его лишним еще раз не будет. То есть, когда алкоголь начинает становиться единственным смыслообразующим началом для вечеринок, для встреч с друзьями, для каких-то поездок, иной какой-то человеческой активности, много-много-много вопросов у нас возникает к таким людям. Причем, сразу оговорюсь, что следующие ролики будут посвящены стадиям алкогольной зависимости. И надо понимать, что до того, как стать болезнью, алкоголизм проходит определенный период, так называемый, предболезненного состояния. Раньше считалось, что это в среднем от 3 до 7 лет. Сейчас, говорят, от 1,5 до 5 лет. Но, к сожалению, в силу того, что алкоголизм в нашей стране очень сильно омолодился, и отдельной проблемой является подростковый алкоголизм, про который мы поговорим как-нибудь отдельно. Вот этот период предболезненного или бытового злоупотребления алкогольными напитками сейчас, я думаю, имеет тенденцию к сокращению до 3-4 лет. Что меняется в тот момент, когда болезнь становится болезнью? Ну, прежде всего, как я уже сказал, ну, в принципе, этот рост начинается с толерантности на стадии бытового пьянства. Но, тем не менее, своего пика, своего максимума эти цифры достигают все-таки уже на первой-второй стадии алкогольной зависимости. Когда человек может выпивать более 300 мл совершенно спокойно спиртных напитков в пересчете на водку или на иные крепкие спиртные напитки, абсолютно, в общем-то, легко. И если в начале своей алкогольной карьеры для него 100 грамм являлась дозой, с которой ему будет плохо, то сейчас 300, 400, 500, 600, 700. И, как говорится, ни в одном глазу. Про это я уже говорил, что очень часто от людей пьющих, которые начинают свою алкогольную карьеру, приходится слышать такую фразу, что у меня, я крепкий на алкоголе. То есть, я могу выпить большую дозу алкоголя и при этом оставаться, в принципе, в адекватном состоянии. Я уже говорил, хвалиться здесь абсолютно нечем и, скорее всего, мы имеем дело с тем, что утрачен один из защитных механизмов нашего организма, а именно отторжение чего-то, что не является для организма хорошим. То есть, организм пытается, по сути дела, рвотой, освободиться от чрезвычайно большой дозы выпитой. Если человека не рвет, он спокойно переносит большие дозы алкоголя изначально. Я думаю, риск развития алкогольной зависимости в очень скором времени, так называемый галлопирующий вариант, вполне и вполне возможен. Хвалиться здесь я еще раз повторю, я бы ничем не стал. Но, когда бытовое пьянство и злоупотребление начинают переходить в болезнь, ну, в достаточно серьезной степени меняется, прежде всего, сама картина опьянения. Про это я тоже уже как-то говорю. То есть, люди изначально становятся злобными, раздражительными, дисфоричными, конфликтными, либо, наоборот, подавленными, депрессивными, ступорозными. То есть, меняется изначально тот, исчезает тот эйфорический компонент, ради которого вроде бы как можно было изначально объяснить начало приема алкогольных напитков. Мы про это говорили. Вызывает эйфорию, хорошее настроение. Так вот, когда заболевание сформировалось, хорошее настроение, по сути дела, нет. Человек выпивает. В лучшем случае он приходит в себя, как они говорят, люди пьющие. То есть, пришел в себя. Но, разумеется, при этом он не взял гармошку, не стал играть, не стал плясать или еще что-то. То есть, человек просто выпил, окуклился. Может, он наоборот появился, он появился, у него какая-то гиперактивность, какая-то суетливость. Но она обычно непродуктивная. Люди просто куда-то пытаются идти. Их жены, их дети их пытаются держать. Но вот этот ходун, когда находят, то есть, куда-то идти на какие-то приключения. Человек уже ничего, по сути дела, не вспомнит. Вот. И это надо помнить. Дальше. Меняются, начинают меняться личностные характеристики. То есть, человек становится, ну как, мы все знаем, как выглядит типичный алкоголик. То есть, человек склонный к лжи. Легко обманывает. Легко говорит, что больше пить не будет. Говорит, что деньги домой принесет. Детей из сада заберет. Кран починит. То есть, появляются вот эти элементы лживости. Легко обманывают близких, когда для того, чтобы выпросить 100, 200, 300 рублей на очередной дозу алкоголя. То есть, идут в ход любые уловки, вплоть до воровства и так далее. Поступки совершаются в состоянии алкогольного пьяни, особенно на второй стадии, такие, за которые потом стыдно. Они носят характер каких-то нехороших, очень часто несвойственных для личности в состоянии трезвым. И человек после всего этого говорит, я такой его сделать никогда и ни за что не мог. По утрам, соответственно, мы видим похмельный синдром. То есть, сначала токсическое похмелье, а затем и классическое. Когда человека трясет, у него тревога, страхи, боли, сердцебиение, желудочно-кишечное расстройство. То есть, в этом случае мы говорим, что, скорее всего, сформирована алкогольная зависимость. Ну и, в общем-то, про отрицающий механизм мне хотелось бы сказать. То есть, большинство из тех людей, которые утверждают, что они пьют не больше, чем другие, при нашей объективной оценке, что пьют они как лошадь, скорее всего, имеют большие проблемы с алкоголем и, вероятнее всего, находятся на какой-то стадии алкогольной зависимости. Со мной, наверное, наркологи поспорят, но, тем не менее, мы обычно студентам говорим, что, если человек пьет запоями несколько дней подряд, если у него сформировано утреннее или отставленное похмеление, в данном случае речь идет, фактически, о второй стадии алкогольной зависимости. Итак, дальше. На вас слайде простой тест, состоящий всего из четырех вопросов. Вы их можете прочитать и ответить на каждую из них конкретно для себя. Да или нет. Так вот, ответ положительный на один или два вопроса, ну, по сути дела, мало что означает, а вот ответ на три вопроса делает вас угрожаемым в отношении начавшегося формирования алкогольной зависимости. Ответы же на все четыре вопроса положительные делают наличие алкогольной зависимости почти достоверным. Итак, что же нового привносит в жизнь начавшаяся болезнь? Немножечко поговорим про терминологию, поскольку в следующих роликах, я думаю, этих слов мы будем касаться часто, много, поэтому давайте разберемся, чтобы все было кристально понятно. Итак, запой. Запой бывает истинный, запой бывает ложный. Про это я поговорю в следующих роликах, касающихся стадийности алкогольной зависимости. А сейчас просто скажу, что запой – это состояние, характеризующееся многодневным употреблением подряд спиртных напитков. И надо понимать, что запой бывает как месячный или двухнедельный, так и двухдневный. Про это я говорил в начале ролика, когда я сказал, что существует уикенд пьянства или алкоголизм, например, день шофера. Как это выглядит, запой? То есть, в пятницу вечером, не обязательно, конечно, шофера, не хотелось их обижать, но тем не менее, почему-то в народе существует такой термин. Вечером мужики собираются в гараже после того, как они отработали пять дней рабочей недели. Они крепко напиваются, при том прекрасно представляют, что завтра у них еще суббота. Разным способом они попадают все-таки домой или не попадают в этот день домой. Гудят, есть такой термин. Воскресенье, в субботу они, разумеется, похмеляются. Похмеляются очень хорошо. И суббота проходит в алкогольном угаре. Воскресенье выглядит несколько иначе. То есть, скорее всего, тоже опохмеление утренние спиртными напитками, а затем рассолы, различные прочие народные средства для приведения себя в порядок. К вечеру трясет. Человек с трудом приходит в себя, ибо знает, что утром будет какая-нибудь контрольная продувка. И будут определять остаточный алкоголь. Выдыхаем в воздухе или в крови. Поэтому человек в воскресенье заканчивает вот этот двухдневный пике, и утром в понедельник, безусловно, выходит на работу, что дает его супруге полную уверенность в том, что у мужа никакого алкоголизма нет. Ибо на работу он ходит, и деньги все еще пока зарабатывает. Это запой. Одной из характеристик запоя, которая написана на слайде, является то, что если человек собрался пить, и он уже развязался, то мысль о том, что завтра кто-то может запретить, или какая-то будет причина, по которой не сможет завтра выпить, она погружает человека в такую тоску и депрессию, вызывает злобу, раздражительность, нетерпимость. А вид других пьющих, счастливых, по его мнению, которые могут себе позволить, себе выпить, вызывает у него зависть, и он сглатывает слюну. Итак, абстинентный или похмельный синдром? Похмелье. То есть, это крайне неприятное состояние дискомфорта, которое касается как телесных переживаний, так и душевных, Который возникает непосредственно после прекращения употребления алкогольных напитков, чаще всего запоя. Сопровождается, разумеется, желанием опохмеления для облегчения своего состояния. Ну и, соответственно, сразу оговорюсь, что опохмеление бывает разное. То есть, опохмеление бывает непосредственно утреннее, когда у нас не возникает ни малейших сомнений, с чем мы столкнулись. То есть, человек оставляет себе либо заначку, либо денежку для того, чтобы с утра стартовать в отдел виноводочной продукции и купить себе что-то выпить. Поскольку трубы горят и состояние невмоготолок, человек может более опытный оставлять себе на утро 100-200 грамм водки для того, чтобы никуда утром не бежать и опохмелиться. А третий вариант – это наличие хороших соседей, которые знают, что Вася вчера запил и его надо опохмелить. А вот таким эксклюзивным вариантом является отсрочное похмелье, когда человек говорит, что он вообще еще пока не опохмеляется. Да, он выпивает, но не опохмеляется, поскольку работает на каком-то режимном заводе. А пьет он каждый вечер. Так как выглядит в таком случае похмелье? То есть, с утра или после запоя он пришел на работу в понедельник, и ему настолько нехорошо. Но он знает, что он не может находиться на рабочем месте пьяным. Поэтому он стоически, сжав зубы, терпит до конца рабочего дня, рабочей смены. А затем, побивая все мировые рекорды на спринтерские, стаирские средние дистанции, бежит в ближайший бар, ресторан или магазин, где дрожащими руками покупают чекушку или бутылку водки, вина, пиво. И наступает момент экстаза и соития со спиртным. Он похмеляется. Это называется срочное похмелье, поэтому не надо никого вводить в заблуждение. Еще одним моментом, про который бы хотелось бы сказать, то, что похмельный синдром появляется не тогда, когда человек начинает уже непосредственно похмеляться. Нет, он начинает появляться тогда, когда человек начинает рассматривать опохмеление, гипотетическое, все еще только в мысли, в голове, как нечто вообще возможное. Если раньше, то есть когда похмельного синдрома не было, человек просто сильно приложился к спиртному перепел, с утра ему крайне нехорошо. И представьте, кто-то из знакомых рекомендует ему сейчас выпить 100 грамм водочки, чтобы ему стало хорошо. И водочка даже такая вкусная, такая прохладная. Вот когда он подносит этот стакан к носу, его выворачивают наизнанку, потому что запах, вкус водки для него в этот момент абсолютно неприемлем. Он не алкоголик, у него нет похмелья. То есть он говорит, я это ни вов себя ни за что не втолкнул, потому что я сейчас помру. Это одна история. То есть токсическое похмелье, человек просто выпил лишнего, и попытка его насильственного похмеления, которое ни к чему не приводит. А вот теперь смотрите, как формируется похмельный синдром. В какой-то момент человек начинает говорить, что нет, нет, похмеляются алкоголики, я, конечно, похмеляться не буду, но в принципе он начинает себе допускать такую возможность, что и вкус водки, в общем-то, не такой плохой, и запах, наверное, не столь отвратительный и отталкивающий, но и само опьянение, вот, наверное, сейчас и полегче бы стало, но он не алкоголик, поэтому он еще немножечко потерпит. Толерантность. То есть это объем спиртных напитков, которые человек легко и непринужденно переносит. Начинается совсем с маленьких доз, а затем постепенно-постепенно выходит на вот эту вот плату, на максимальную точку, когда человек начинает выпивать столько, что раньше он даже себе и премыслить такого не мог. Амнезия. Ну, это тоже достаточно характерный симптом алкогольных пьянений, причем она обратит внимание вот на что, то есть это нарушение памяти. Дело в том, что каждый человек, к сожалению, может в силу своей неоптенности выпить слишком много спиртных напитков, и амнезия у него, конечно, может быть, когда утром он проснулся в полной растерянности, не понимая и не помня то, что там происходило накануне. Выпил слишком много, ну и, наверное, будем считать, что это какое-то благо, что это для него урок, чтобы больше столько никогда не пить. То есть у него будет, скорее всего, либо тотальная, либо финальная амнезия, то есть когда у него сотрется либо все из памяти, либо вот финал, когда он уже перешел в какую-то дозу, дальше которой не надо было бы ему ухарить вообще. У алкоголиков немножко история другая. У алкоголиков появляются так называемые блэкауты, то есть когда у них так называемая амнезия по типу таких вот фокусов выпадения. То есть здесь помню, здесь не помню, здесь помню, здесь не помню. Здесь совсем много напился, сильно напился и забыл весь конец. Но есть еще фрагменты, которые человек не помнит. И что очень характерно для алкогольной зависимости, что обычно человек не помнит те события, которые, в общем-то, он и не хочет помнить. Это какие-то стыдные для него вещи, какие-то вещи, связанные с криминальным поведением некрасивым. То есть они амнезируются, есть такие исследования. Либо у человека появляются так называемые полимсесты. Я про это сейчас быстренько расскажу. Это такие выпадения памяти, когда человек утром не может вспомнить крайне важную для него информацию. Например, куда он спрятал от жены 500 рублей, которая наставила себе на похомелении. Он хорошо помнит, что он их спрятал, но не помнит куда. И утром это трагедия пьющая, потому что знает, что в детстве деньги есть, только не помнит, где они. И в тот момент, когда он находит возможность все-таки спустя полчаса или часа похмелиться, то есть находится сосед, который ему подносит в рюмочку, он выпивает эту рюмочку, и вдруг вот эти вот, эти следы в памяти, эти 500 рублей, по месту, где они спрятаны, вдруг вспоминаются. И счастливый алкоголик бежит, задрав штаны, но только не за комсомолом, а выкручивает ту ножку у табуретки, куда он спрятал эти 500 рублей. Дальше. Следующий один из признаков алкогольной зависимости, это прием суррогатов алкоголя. То есть его заменители на тот случай, если его самого качественного, нормального, полноценного нет. Вот. То есть условно они делятся на легкие и тяжелые. То есть легкие это самогонка, это всевозможные лосьоны, одеколоны, медицинские какие-то препараты спиртсодержащие. И так называемые тяжелые или трэш суррогаты. То есть это, например, морилка, антифризы, какие-то средства для мытья окон, промывочные средства. То есть то, что пить в принципе нельзя. Почему я сейчас говорю про суррогаты? Дело в том, что большинство из пьющих на стадии ознакомства с алкоголем или бытового пьянства суррогаты не употребляют. Почему? Потому что за редким исключением может быть продуктов самогонного варенья, которые вошли в такую непонятную популярность для меня лично в нашей стране последние пару-тройку лет. А вот остальные суррогаты являются по общему мнению чем-то страшным и неприятным. И даже если смешнать традиционно тройной одеколон и одеколон Саши, коктейль Александр Треть это тающая мерзость даже по мнению самих выпивающих. То есть они начинают пить суррогаты алкоголя тогда, когда трубы горят, когда становится абсолютно все равно какой спиртной напиток или спиртсодержащий выпить. Речь уже не идет о качестве, речь не идет о самосохранении, речь не идет о том, что этот глоток может быть последним в жизни этого человека. Человек его все равно сделает. То есть просто вдумайтесь в этот момент, когда человек, не зная, что это за жидкость коричневая, которая вроде бы пахнет спиртом, это метиловый спирт, или это вообще там морилка какая-нибудь, очистить что-нибудь, очищать от ржавчины, человек все равно, закрыв глаза, делает этот глоток, то есть по сути дела, отдавая себя в руки какого-то крайне нехорошего случая. Патологическое речащение к алкоголю летят. Ну, людей начинает к спиртным напиткам тянуть на определенной стадии, на первой стадии, то есть и тяга бывает первичной, то есть когда человек на фоне, ну, скажем, завязкой, вроде где-то немножечко созрел, потому что вроде бы он пьет многовато, в какой-то момент случается какая-то ситуация, конфликтная ситуация, либо наоборот может быть радостная ситуация, когда в какой-то момент что-то щелкает вот здесь вот, и он понимает, что надо выпить. Надо выпить, то есть глаза загорелись, он начинает осматриваться, он начинает видеть пьяных, он начинает видеть винные магазины, то есть его восприятие меняется таким образом, что он начинает замечать те вещи, которые в обычной для него ситуации, они для него индифферентны. Вот это оживление тяги, то есть ему надо выпить. Вот эти рты, про которые я говорил в предыдущем ролике, они оживились по какой-то причине, что-то случилось, и они стали просить свою пищу. Вторичная тяга – это усиление тяги как раз на фоне первой выпитой дозы, то есть когда человек заходит в бар после трехмесячного воздержания и говорит себе, что сейчас он выпьет кружечку пива или маленькую рюмочку какой-нибудь наливочки, и все, и все. Мы помним про закон «сё или ничего». То есть он выпивает и вот 5% из всех рецепторов наелись, но опьяняющая доза для него – она литр. Соответственно, все остальные рты начинают ему говорить, «Вася, хорош тормозить, ну уж все равно выпил, а раз выпил, какая разница сколько?» И у Василия генерализуется тяга, и он начинает понимать, что надо еще рюмку, еще рюмку, еще рюмку, еще рюмку и набрать ту самую дозу. А чаще всего бывает, что человек набирает гораздо большую дозу, чем ему нужна. То есть он выпивает ее, начиная как бы с прекрасной легенды, что он выпьет всего одну маленькую рюмочку. Утрат сонного контроля. То есть это неспособность адекватно оценить ситуацию, где можно выпивать и где нельзя. И в следующих роликах я расскажу основные отличия между первой и второй стадии, где как раз этот сонный контроль утрачивается. То есть чаще всего человеку, скажем так, еще застенчивому алкоголику на нежной первой стадии, ему еще не все равно, где выпивать. Ему где-то стыд, он пытается скрывать. Он не несет бутылку с радостью домой, которую он только что купил в винном отделе, на глазах соседей, на глазах бабушек у подъезда, на глазах собственных детей, чтобы употребить. Он ее еще пока застенчиво и робко прячет в сумочку, в пакет, виноват, улыбаясь, встречая знакомых в виновуточном отделе. Следующая стадия лишает человека ситуционного контроля. Для человека самопринятие алкоголя является настолько приоритетным, что ему на самом деле становится плевать. Кто в этот момент рядом, кто на него смотрит, какие сделает выводы. Главное – выпить. Вторая стадия ситуционного контроля – это поведение. Когда поведение в момент алкогольного опьянения абсолютно чуждое, непонятное и не характерное вроде бы для этого человека. Человек робкий, застенчивый, вроде бы добрый, порядочный семьянин в состоянии алкогольного опьянения становится деспотом, лезбующим в драку, провоцирующим сотрудников правоохранительных органов или еще что-то. То есть, когда мы слышим утром вот эту вот сакраментальную фразу, что трезвый бы я этого никогда бы не сделал. Утрата количественного контроля – то есть, это потеря возможности выпить столько спиртных напитков, сколько планировалось изначально. Про это я уже говорил. И утрата количественного контроля – то есть, когда пьющему становится… качественного контроля, когда пьющему становится все равно, что пить. Это те же самые суррогаты, это дешевые поддельные спиртные напитки, невзирая на их цену, качество и последствия для собственного здоровья. Вот приблизительно все на сегодня. Будем ждать следующего ролика. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...